Краснодарские виноделы в этом году удивили поклонников своей продукции изысканным сортом вина. Изготовлено это, как ни странно звучит, оно из сортов винограда, пораженного плесневым грибком. Заразились им кубанские виноградники из-за резких перепадов температур. Зато напиток из заплесневевших и полувысокших ягод получился не уступающий лучшим французским образцам. Сергей Пикулин вник во все тонкости. Вот ягодки имеют такую вот форму, они завяленные, немножко подпорченные. Этот виноград заражен грибком. Ягоды высыхают всего за несколько дней. Виноделам в пору подсчитывать убытки от пропавшего урожая, они наоборот радуются. Говорят, из такого, на первый взгляд, абсолютно нетоварного материала получится вино премиум класса. Эту плесень, которая покрывает гроздь, называют благородной. Но если выдержать этот момент, когда гниль из просто гнили и плесени грибов, и там черной гнили, переходит в благородную гниль, тогда можно получить и великие, так сказать, вина. Этот микроскопический грибок называется батрисис. Он начинает развиваться на грозде только при определенных климатических условиях. Обычно для этого требуется всего лишь частая и ощутимая смена температур. Например, когда в течение большого промежутка времени утренние туманы сменяются дневной жарой. Для Кубани, где, как правило, до середины октября стоит сухая погода, да еще и с постоянным плюсом, это не характерно. Но только не в этом году. Этот грибок буквально высасывает всю воду из винограда, тем самым повышая в нем концентрацию сахара. Именно это и ценят производители полусладких и десертных вин. Если ты его ешь, то очень сладко. Очень сладко. Джон – винный консультант из Лондона. Одновременно он работает сразу с несколькими заводами по всему миру. Говорит, лучшим батритизированным вином славятся Венгрия, Германия и Франция. Теперь и Россия может попасть в их число. Это первое такое русское вино. Потенциал есть. Это можно сказать даже сейчас, когда вино еще бродит. Получив первое сусло, мы увидели большое количество сахара. Есть все шансы, что оно станет великим. Производство такого вина – дело чрезвычайно рискованное и трудоемкое, поскольку практически все зависит от погоды. Не было нужных перепад температур в течение определенного количества дней, не будет и характерного вкуса. Отсюда и немаленькая цена на отдельные марки. По словам виноделов, российским батритизированным вином уже заинтересовались некоторые мировые сомелье. Сергей Пикулин, Сергей Полянский, Сергей Беленок и Ольга Бабич, НТВ, Краснодарский край. Продолжение следует...